Всем привет! Это снова клуб любителей настольного тенниса Комбинаторика. И у нас сегодня вопрос, как выбрать ракетку для настольного тенниса. Я уже больше 15 лет играю в настольный теннис и примерно на первом взрослом разряде я начал играть шипами. Я думаю, что всем вам известно, что самая популярная накладка это обычная гладкая накладка, потому что она может придать мячу вращение и мяч будет летать по более дугообразным траекториям, которые позволяют быстрее играть. Но такая ракетка не всем может подойти, потому что ее обычно используют профессиональные игроки, у которых подготовка, соответственно, профессиональная. Они качаются, они постоянно оттачивают технику, тактику. Если мы с вами говорим о любительском настольном теннисе, то допускается вариативность в виде шипов. Поэтому, как выбрать ракетку? Давайте я вам так скажу. Вначале выбирайте самую простую и дешевую ракетку. В данном случае вы видите ракетку для пинг-понга. Она покрыта наждачкой. В магазине могут продаваться ракетки для настольного тенниса стоимостью 200-300 рублей, которые покрыты шипами, ну такими полупластиковыми. Они максимально простые, они минимально качественные. Это самые дешевые ракетки, но они вам позволят втянуться. То есть, если вы новичок, если вы никогда раньше не играли, и ищите для себя ракетку, не выбирайте дорогую ракетку. Если вы будете сразу играть дорогой резиной, тянущей, такой свежей, то если вы будете встречаться с соперниками, то вот это вращение, которое вы будете встречать, вы с ним не справитесь, и это будет вас смущать. В то же время, когда вы играете ракеткой без резинки, просто на которой мяч не вращается, то есть видите, что хоть как я его отбиваю, он не зависит. Это дает вам возможность научиться играть прямыми углами, вот просто отбивать мяч, и не отвлекаться на какие-то там вращения. Чем больше вы мяч вернете на ту сторону, тем больше вам это будет интересно. Поэтому первое время не осложняйте себе жизнь, как только вы начинаете, пробуйте просто чаще отбивать. Когда вы научитесь отбивать просто откидками, потом у вас техника будет усложняться, и тогда вы уже задумаетесь о гладких накладках. У меня, конечно, стоит профессиональная, многие профессиональные игроки ей играют, в Москве и по всей России, это Butterfly, профессиональная фирма Tenager 05FX, под правую сторону. Соответственно, слева я сейчас играю шипами. И раньше я играл короткими шипами, сейчас вы можете видеть, что это средний шип. Это нечто промежуточное между длинными защитными шипами и короткими атакующими шипами. Средние шипы мне как раз таки дают вариативность. К таким ракеткам вы будете уже присматриваться после двух-трех лет своей непрерывной игры, когда выполните хотя бы второй взрослый разряд, и у вас будет понимание, что можно делать с шипами, и какую вариативность они вам дадут. До момента, когда вы не выполнили третий взрослый разряд, я вас призываю не заморачиваться какими-то дорогими и сложными ракетками. Начинайте всегда с простых и дешевых, потому что независимо, насколько дорогую ракетку вы купите, это никак не придаст вам в вашей игре какого-то особого качества. Лучше всего заострить свое внимание на человеке, с которым вы ходите. Именно ваше окружение дает вам прирост. Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда был напарник, с которым всегда было бы интересно и азартно ходить играть, чтобы он вас тоже подпитывал энергией и желанием постоянно совершенствоваться. Если у вас такого человека нету, повторяюсь, найдите городскую секцию, в которой проходят еженедельные турниры. Приходите туда, и там вы найдете единомышленника. Самый лучший подходящий партнер, это скорее человек, который плюс-минус вас либо чуть-чуть сильнее, либо чуть-чуть слабее. Вот, посмотрите, какой ракеткой играет он. Попросите у него попробовать, попросите у других людей попробовать этими ракетками. Чуть позже, когда вы будете двигаться по разрядам, когда у вас будет второй разряд, первый разряд КМС, вы для себя уже присмотритесь по индивидуальному стилю игры. То есть, если вы нападающий с двух сторон, если у вас хорошо все летит, много сил, то вам, безусловно, нужно играть двумя гладкими. Если у вас справа все хорошо, слева нету именно маховины вот этой вот топса, но коротко вы бьете хорошо, то вам нужны атакующие короткие шипы. Если вы испытываете сложности в короткой игре возле стола, но у вас, в принципе, хорошая подготовка, то ваш выбор это больше защитная ракетка. То есть, все-таки гладкая справа, скорее всего, слева длинные шипы. Если вы чувствуете, что вы не самые быстрые, но тем не менее, вы можете в голове проигрывать такие хитрые комбинации, с помощью которых выигрывать у сильных соперников, то ваш выбор это средние или длинные шипы. В данном случае я играю средними шипами доктор Нойбайер и я ими очень доволен. Максимально сильно они трепят нервы моим соперникам и я от этого получаю небывалое наслаждение. Тренироваться, конечно, нужно, и ракетка в этом значение имеет, не забывайте. Но не забывайте, что когда вы только начинаете, ракетка имеет второстепенное значение. Первостепенное значение имеет, насколько часто вы играете и как вы можете, в принципе, получать удовольствие от настольного тенниса. На этом все. Желаю вам отличного настроения за теннисным столом.